добрый день уважаемые трейдеры сегодня у нас 26 ноября четверг представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании инстафорекс логотип который при хорошем зрении вы можете рассмотреть у меня за спиной итак сегодня большой праздник в сша день благодарения биржу не работают вечером для нас вечером что интересно по этому празднику что на самом деле этот день был впервые отпразднован 1621 году английскими колонистами которые жили на знаете чьей земле в то время и и что интересно очень тяжело эти колонисты переживали зимы и тогдашний губернатор уильям брэдфорд решил поднять дух своих подчиненных и организовал день благодарения праздник совместно отметили британские колонисты и их соседи индейцы благодаря помощи которых племутская колония выжила в первую голодную зиму после этого праздник стали отмечать ежегодно и масштабно то есть кто спас британских колонистов индейцы а кого благодарят сейчас штатах темнокожих значит кто следующие по по тенденции благодарения будут индейцы такие истории на самом деле но как бы то ни было праздник в сша большой поэтому поздравьте своих родственников передавайте привет своим друзьям в сша и давайте их подбодрим в тяжелые времена так но у меня сегодня пару статей первое это фундамент сколько стоит молчание бориса джонсона имеется ввиду потому что соглашение съезд так и не подписано срока срок до конца года все прекрасно знают но судя по графику пары фунт доллар инвесторы ставят на то что все таки соглашение будет достигнуто и сегодня у меня как раз будет как раз комментарий по техническому анализу и собственно об этом вторая статья это называется не продавайте фунта перед уровнями 34 и 35 вот давайте приступим к анализу как обычно первый инструмент у нас золото золото приостановило падение на лаях но для меня как для охотника за стопами эта остановка ничего абсолютно не значит как не в ланге так и не в шорты то есть я по-прежнему игнорирую золотые движения и понимаю что сейчас происходит сейчас на этом падении все инвесторы либо люди которые себя ими считают будут покупать но риски не определенные поэтому я в эту игру не играю то есть мы отрабатывали с вами аукцион он расторговался и вверх и вниз больше мы здесь пока ничего не трогаем возможно появится какие-то местные площадки за которыми можно будет будет походиться они рано или поздно все равно появятся поэтому мы просто подождем еврик еврик сегодня отрабатывает такой микро трехволновку сейчас будет пробивать минимум дня но принципе это логично на таких неведомых хаях на фоне того что в сша выходной могут пройти фиксации покупателей но представьте что вы стояли в длинных позициях в длинных смысле в лангах но в лангах в смысле в покупках и у вас впереди праздник сегодня в сша потом пятница и выходной что вы будете делать скорее всего вы закроете прибыль выведите деньги и поплывете на своей яхте по средиземному морю развлекаясь под звуки приятной для вас музыки вот принципе логично сейчас какие-то такие шортики но я опять же с точки зрения нашей торговой стратегии не участвую в этом празднике жизни хотя прекрасно понимаю что происходит редко понимаю что происходит в рынке но на данный момент я рекомендовал покупать еврик с отката на 50 процентов от импульса как говорится импульса президентских выборов 50 процентов отработали по сотке по фибе сотка пробита все игра сыграна ставок больше нет как говорят казино соответственно охотиться незачем и резко переворачиваться либо там усредняться как многие пытаются что-то выдумать после закрытия позиции накармливая своего внутреннего игромана какими-то ожиданиями я здесь не собираюсь поэтому еврик для меня тоже не интересен он пробил те уровни которые видел я не участвовал во всех этих движениях но немножко пощипал ланге принципе ждем чего-то нового дело то что по лаям еврик на выборах здесь тоже пробивал аукциончик поэтому я подожду когда он соберется в кучу и мы начнем охотиться за стопами по краям очередных аукционов интересным сейчас является для меня фунт почему потому что фунт сегодня уперся своим британским рогом в тридцать четвертый уровень и прям очень плотно в него воткнулся хотя рядом тридцать пятый и это уже годовых годовых стран я как вы знаете за ланге по этому инструменту и сегодня в статье я говорил о том что было бы неплохо зацепиться в ланге в этом может и сделать более мелких таймфреймов либо самая такая самая жесткая идея это поставить пробойный ордер байли бай стоп на 34 уровень потому что здесь площадка и отпустить британца на 35 уровень со стопом за 33 ну один к одному да то есть если пробой будет таким волатильным вот то можно даже сократить риски до 33 с половиной соответственно профит у вас будет два раза больше чем стоп именно после факта истинного пробоя я думаю вы понимаете чем я говорю если понимаете ставьте лайки если не понимаете все равно поставьте соответственно 34 для меня сейчас пробойный я кинул небольшой ордерок пробные но тоже поставлю на пробой бай стопик если вы знаете что такое бай стоп это значит у вас все в порядке так доллар иена доллар иена я рекомендовал покупать она не растет но мы подтянули риски вчера с минимумов ноября по минимуму сменил до начала ноября по минимум что у нас аж 4 минимум текущей недели поэтому я просто жду либо стопа либо профита то есть идея в ланге сохраняется и я ожидаю что раз торгуется первым пока я верю вот в эти два обычаев импульса которые как вы знаете наполнен фундаментальным смыслом то есть этот импульс это вакцина файзер этот импульс это сильные данные по пиме в сша дальше кроссы кросса мы работаем сетками и сейчас у нас в наборе австралийц новозеландец я рекомендую покупать шагом 50-100 пунктов по пятому знаку на падении причем он будет глубже падать тем его нужно покупать с регулярностью не чаще чем 50-100 пунктов по четвертому знаку после запятой так канадец франк доллар франк доллар франк ну опять же в одностороннем в односторонней идее также держу ланге покупал по 50 держу хочу выйти выше сотки пойдет ниже нуля будет стоп вырастет выше сотки будет профит все очень просто и надежно франк 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 йена и канадец йена пока эти инструменты не при делах не трогаем их план на работу лимитными сетками показан цена сюда еще не дошла доллар канадец покупаем только либо удерживаем ланге только если он вернется за свой пробитый уровень если это произойдет мы обязательно его здесь поймаем если будет валиться пусть валится без нас он нам внизу не нужен напоминаю что упал он на сильной нефти то есть канадец его наклонил вот но сейчас нефть перестала расти и это может привести к ослаблению канадского доллара и если по доллару американскому будет какие-то ланговые истории то можно поучаствовать в этом тренде на что будет перекос здесь по котировочкам так австралийский доллар и новозеландский самый интересный самый интересный сейчас посмотреть именно новозеландский доллар интересно посмотреть именно новозеландский доллар потому что я рекомендовал продавать выше 0 7 и 0 7 100 мы уже видели поэтому должны быть продажи почему потому что здесь пробой февраля и в принципе даже кроссы с новозеландским долларом то есть новозеландец канадец и новозеландец франк я рекомендую набирать сетками лимитных продаж почему что новозеландец ушел и через доллар и через кроссы дальше всех даже дальше австралийца соответственно шанс вернуться у него больше чем у других поэтому присмотритесь к этим инструментом на возврат так вчерашнее видео нереальное количество лайков для для обзоров на канале youtube канале спасибо за поддержку но это произошло очень просто потому что я случайно угадал пару движений всем понравилось так давайте посмотрим вопросы вчера был один из комментариев борис тоже не участвовал в еврике так теста я скину так интересует доллар рубль я его не торговала так неделя начну за вебинар по психологии но это не вебинар так это легкие комментарии доллар рубль и не торгую у меня нет по нему идеи очень редко если что-то появляется может быть раз в квартал вот я этот инструмент не торгу его торговать дорого он рыхлый постоянные гэп и непонятно что когда откроется это все неудобно этот инструмент для торговли еще не созрел на мой взгляд так спасибо участвовал еврики от 50 процентов супер супер я не участвовал но брат за андрея что он взял по моему я вас даже знаю виктор так виктор набрал сеткой сел новозеланде с доллар стоит стоять 068 да да принципе 068 нормально будет скинуть эту сетку но присмотритесь еще к новозеландцу к канадцу и новозеландцы к франку они более шумные чем к доллару потому что доллар это как бы трендовая история поэтому кросса снова зеландцам тоже набирайте в обратку руслан приветствую на него спасибо за видео какие мысли касаемо рубля но нет нет у меня мысли интересно ли будут давать вход для роста выше 80 понимаете вход должен быть от риска сейчас покупать на 80 но не не определенные риски вы куда будете за 65 стопиться у вас вы должны закладывать всегда от от один к одному то есть ваш стоп всегда должен быть либо равняться профиту либо быть немного меньше его и все и неважно какой-то там будет инструмент рубль доллар или чехословацкая крона бразильский песо абсолютно неважно главное чтобы было рентабельно так наши польские коллеги перед тем как спросить у брокера задам вопрос здесь открыта длинная позиция рынок покупка продажи выше открытые позиции на 11 пунктов позиции но я не знаю что такое длинная позиция байсел то есть замочек для но опять же какие объемы ну не знаю что здесь спросите в тех отделе такие нюанс так спасибо за идеи обзора метод понравился так иногда бывает забываю про днем про торговлю по лимитники поставлю спасибо нашел интервью мое с евгением быстрее ным стол момента начал торговать этим методом не я евгения быстрее на знаю нас со студенческих времен вот и мы с ним начали торговать вместе можно сказать и просто какое-то время не там разошлись в разные стороны он начал бизнесом заниматься своим я продолжил форекс вот потому встречались периодически с ним и обменивались идеями я в принципе рубился по объемам по вертикальным горизонтальным он больше по геометрии вот ну и когда я работал в сити собственно пригласил его на интервью записал у него был хороший разгон с реального счета с девочками перекинули их прокомментировал в принципе это обычный импульсный трейдинг с площадками собственно легко применим и его легко объяснить людям чтобы они его пользовали не только там в реальности но и в тестере отработали навыки по ним потом и евгений собственно всегда был рядом с этим способом методом и можно сказать что это наше такое совместное детище ну может быть он больше как идеолог я больше как практик так артур спрашивает добрый вечер спасибо за простые рекомендации юмор обучался торговли на форекс и после многих лет торговли сложилась мысль что следую методу безукоризненно я сливал так и складывалось ощущение что я жертва после начал жертва действовать пусть не по системе что меня учили выбрал один индикатор который я понимал более-менее не входил в рынок в нужный момент так торговля должна быть проста и понятно абсолютно верно за первый раз увидел видео заинтересовала методика торговли начали применять совместно и понимать мышление толпы спасибо не были русским ссылки сеточки стопы река и или дать рекомендации по подробнее могу понять что значит дать рекомендации по подробнее но в целом целом позитивный комментарий мышление толпы так скину ссылочки скину все все получите насчет рекомендации просто задайте вопрос как более четко что вы хотите чтобы я прокомментировал в принципе вы на верном пути то есть вы выбрали там один индикатор и торгуете против грубо говоря тех анализа у вас начало получаться замечательно что еще нужно если нужны какие-то материалы допустим вам по потому что прокачаться в этом методе я могу скинуть но по большому счету вам нужен просто тестер просто симулятор торговли где вы и со своим индикатором и без него сможете отточить свои навыки гораздо быстрее чем на любой демки там и так далее поэтому я в вашем тексте не нашел симулятора поэтому я собственно вам его рекомендую геннадий добрый вечер так немного информации по сеточной торговли я скину вам так еще вопрос можно ли рассматривать охоту за стопом внутри дня до можно импульсный трейдинг внутри дня работает вот я его иногда не иногда практикую это ему может быть несколько сделок в неделю по двум инструментам евро доллар фонд доллар берете и работаете трешки в площадке ну яркий пример сегодняшняя например и сегодняшний евро доллар м5 я убрал так слегка пощипал вот очень простая конструкция была открылась европа прошел шортовый импульс вот он сломил вот эту бычью тенденцию вот импульс вот откат откат на 50 процентов если вы мне не верите можете поверить фибоначчи вот 50 продажи стоп за импульс стоит за этот импульс либо держите до ближайшие хорошие цели например минимум дня у меня стоит разделитель периодов по дням соответственно здесь тейк который будет у вас в два раза больше чем стоп ну примерно такая история таких сделать довольно не каждый день на через день точно бывает я записывал помыться на канале внутри дневной инициативный трейдинг в принципе могу продолжить эту серию записать вам несколько видео по этой теме но я использую внутри дня объемчики поменьше чем между днями в три раза меньше ну чтобы не впасть в игроманию и там за день не просадить больше чем в средние сроки там вы торгуете за месяц то есть уменьшаете риски торгуете вот эти оба сэшечки если у вас на то есть время желательно ставьте лимитники на вот увидели импульс поставить лимитник забрали свою трешку но фишка в том что вот именно вот в этом стиле торговли у вас всегда абсолютно понятен риск поэтому я рекомендую внутри дня им 5 не на таких инструментов как фонд доллар и евро доллар больше внимания уделять европейской сессии то есть не нужно сидеть ночью не нужно сидеть поздно вечером европа вот там с 10 ну и до открытия америки можете играть вот если у вас мало времени играть только на европе это фактически система ставок на бц-шки соотношение один к одному но с большой вероятностью и это очень легко проверить в симуляторе торговли которые я отправляю вам по запросам под этим видео так в принципе на этом все забывайте поздравлять своих американских друзей с праздником днем благодарения поблагодарим их за за биржи на которых мы торгуем вот и контролируйте риски берегите себя и до встречи завтра утром на очередном обзоре для инста форекс всем пока